Северная Корея не передаст столько оружия, сколько в этой войне России нужно. Слишком большая война, слишком масштабная, слишком интенсивная. Россия даже близко не готова была к такой интенсивности войны, как таковой. Она считала действительно, что того накопленного советского оружия у неё хватит с лихвой на атаку Украины. Сейчас она подходит к существенным дефицитам основных видов оружия, ну или расходных материалов. В данном случае мы говорим о тяжёлом снаряде и так далее. У Северной Кореи тоже не будет передавать всё, потому что Северная Корея продаёт что? Она продаёт как раз-таки милитаризацию. То есть она продаёт то, что она насыщена оружием, готова в любой момент развязать войну, собственно, на Корейском полуострове. И за счёт того, что она вот эту иллюзию войны создаёт там, получает продовольствие. Ну эффективная же страна, мы же понимаем. Все эффективные страны обычно нуждаются в продуктах питания, в деньгах, в каком-то технологиях каких-то такого там первого-второго, даже порядка не пятого-шестого, а первого-второго. Вот Северная Корея получает за счёт накопленного оружия возможность кушать. Но она не отдаст всё России, потому что тогда вопрос, а что она дальше будет продавать, ну менять на продовольствие и так далее. Поэтому для нас главное не Северная Корея. Для нас главные две задачи. Первая — это обнуление России, демилитаризация России, потому что после этого заканчивается спонсоринг всех вот этих режимов, типа Северной Кореи, типа Ирана. И тогда резко наступает деэскалация не только в Восточной Европе, но и, соответственно, в других регионах. Это первое. И второе, для нас очень важно вернуть ощущение для других государств, что международное право всё-таки существует. Что если ты нарушаешь резолюцию, конвенцию и так далее, то будет неотвратимое, жестокое наказание. Продолжение следует...